Всем привет, с вами Нюк, и это не время узнать все про Nintendo. Вообще это просто заметка, потому что мне захотелось сделать какое-то видео для комьюнити, которое у нас тут с вами собралось на ютубе, и поболтать о дальнейших планах на канале, да и вообще, что и как рассказать, что я планирую и куда хочу двигаться в направлении развития про Nintendo. Это видео записывалось без всякого монтажа, без всяких каких-то склеек, там еще чего-то, поэтому вот я говорю просто так, как я привык говорить на стримах, но, возможно, поскольку на ютубе все не привыкли к такому моему голосу, без всяких там склеек и прочего, то, ну вот вы его услышите обычно, я вот так вот веду стримы, поэтому терпите. Ну это всего лишь одно такое видео, заметочка, возможно, думаю, в дальнейшем буду делать какие-то еще такие заметки, потому что формат такой неплохой, да и чтобы пообщаться с вами через комментарии, мне кажется, довольно удобно, в отличие от вкладки сообщества, на которую, по-моему, очень мало народ заходит, хотя там она для этого и нужна. Для начала хотелось бы сказать вам всем спасибо за то, что вас уже 7500, несмотря на то, что в моей жизни случалась всякая фигня, и я на полгода забил на этот канал, за что не устаю перед вами извиняться за отсутствие контента эти полгода, но случилась замечательная вещь, и канал снова активен. Я решил все продолжать делать, несмотря на то, что моя основная деятельность это стриминг на Твиче, на котором я не всегда прохожу Нинтендо-игры, делаю это довольно часто, но не всегда, вот хожу там еще много всего, много чем занимаюсь на Твиче, помимо там Нинтендо-тематики, но поскольку я очень люблю компанию Нинтендо, этот Ютуб-канал был создан про Нинтендо, и, соответственно, эти вещи, которыми я занимаюсь там на стримах, часто не касаются этого канала на Ютубе. Вот. Так вот, да, вам всем огромное спасибо, то, что я был очень приятно удивлен, когда выкладывал первое видео за долгий период молчания, и увидел, что количество подписчиков увеличилось аж на целую тысячу за тот момент, что я не выкладывал видосы, и это было очень приятно, очень рад каждый раз видеть ваши комментарии. И вообще комментарии это самое замечательное, поэтому я всегда хотел бы, чтобы комментариев было как можно больше, потому что общаться, когда вышло видео, гораздо интереснее, чем там следить за всей этой статистикой, там лайки, дизлайки, туда-сюда. Комментарии это самое главное, люблю и обожаю комментарии, поэтому чем больше вы их пишете, тем мне приятнее. Так что вот очень рад, что вас уже собралось так много, и спасибо вам за это большое. Это немного волнительно говорить, потому что я знаю, что я это не обрежу все. Ну, давайте по планам. Что касается дальнейших планов, значит, как вы уже могли заметить, я сделал пробную рубрику «Габен бы оценил», которую придумали на стриме, кстати, тоже. Увидел ваше предложение по поводу того, что нужно обозревать игры до 300 рублей, а не до сотни, я подумал, что это я действительно что-то как-то взорвался маленечко, посмотрел eShop, в принципе, там скидки до 300 игр часто попадаются очень хорошие, ну и думаю, что второй выпуск сделаем до 300 игр, и чтобы там прям большие скидки, потому что есть некоторые игры, которые там, на них скидка 80%, ну то есть он там стоит 1000 рублей там с копейками, а в итоге получается там 250 по скидке, и вполне может подойти под рубрику. Но рубрика будет уже где-то, наверное, в середине октября, я планирую делать раз-два в месяц эту рубрику, не чаще, потому что есть еще мысли о еще некоторых рубриках. Во-первых, я хочу немножко переосмыслить первый взгляд, потому что я делал вот несколько видео по демо-версиям, например, по Sonic Forces, ну там, правда, была уникальная демо-версия, такая для японского eShop, больше она нигде не выходила. Сделал видео после долгого перерыва по Mega Man 11 демо-версии, но как-то это немножко не такой формат, который я бы хотел увидеть, потому что, ну, Mega Man 11 я вот сделал видео по демо-версии, а потом все равно еще буду делать видео по полноценной версии, просто потому что я фанат Mega Man. Поэтому как-то, мне кажется, появилась мысль просто посмотреть по eShop, ну, точнее, я уже посмотрел даже, да, там очень много демок, в том числе много демок таких игр, которые я бы ни в жизни не видел, не купил, потому что там, там вот есть, например, демка, я люблю всякие анимешные игры, и там есть демка одной какой-то анимешной игры за 3500 рублей, для нее есть демка, я подумал, чтобы бы неплохо скачать демку, ну, и посмотреть ее, сделать по ней обзорчик, и то есть, чтобы вот эта рубрика «Первый взгляд» была бы именно по демо-версиям. Ну, то есть, мало ли, я, конечно, понимаю, что демо-версию там все могут скачать, бесплатно, туда-сюда, но, опять же, кому-то может быть лень, все равно проще посмотреть на ютубе, есть ведь демо-версии, которые отсутствуют в русском eShop, и заводить другие аккаунты тоже многим лень, и так далее, и так далее, и так далее, поэтому вот есть, есть такое переосмысление, тоже, наверное, примерно раз в месяц, там, раз-два в месяц примерно делать, понятное дело, что я постараюсь, что все это успевать, но об этом можно чуть попозже. Есть еще мысль по рубрике японского eShop, я пока для нее не придумал название, но рабочее это будет Гайдзином не понять. И опять рубрика, которая будет называться на букву Г, так же, как Габен бы оценил, но Гайдзином не понять, но это такое рабочее название, я еще подумаю, конечно, надо этим, вы можете написать в комментарии, если что-то придумаете. Для нее суть такова, чтобы обозревать вообще какие-то игры, которые выходят Japan Only, потому что для меня не проблема купить Yen на японский eShop, опять же, не проблема скачать оттуда демо-версию, там есть пара очень смешных игр, для которых есть демо-версия, и про одну из них я бы вам точно хотел рассказать, так что, думаю, в октябре сделаю, как раз для первого выпуска будет в самый раз, тем более эту демо-версию скачать может любой, у кого есть японский аккаунт, но пока не буду дальше раскрывать, но там очень забавная игра, причем даже знание языка не нужно, хотя она Japan Only. Вот, думаю, что такая рубрика тоже будет довольно интересна, потому что японский eShop очень сильно отличается от нашего и американского, и там довольно большое количество игр Japan Only выходит, которые можно брать и поиграть, и вам будет наверняка интересно посмотреть на это, ну то есть, причем там, даже если там игра стоит 4000 йен и так далее, это не думаю, что будет проблема. Есть еще очень долгосрочный план, который я вынашивал вообще еще с самого открытия канала на YouTube про Nintendo, очень хотел им заниматься, но это прям вот дело, наверное, на год, может быть даже на полтора, но потом вот случилась вся эта фигня, о которой я не хочу говорить, а я не делал видео, и как-то это все забылось, а вот сейчас я снова начал делать видео, и все это вспомнил, потому что даже, у меня даже планчик сохранился по некоторым темам, скажем так, ну, в общем, вообще, это стандартная довольно тема для YouTube, это история какой-нибудь серии, ну, просто потому что компания Nintendo у нас на Ру Ютубе очень слабо представлены, и игры очень слабо представлены, истории серии этих игр, насколько я вот даже на скидку знаю, по-моему, есть только по зелье на русском YouTube, но я не смотрел, честное слово, не знаю, что там вообще, как там, я бы, может, свою бы историю серии сделал, тем более, играл почти во все зельды, не играл, по-моему, только в 3, вот, и... ну, или там, это, это, это игры чисто для примера, то есть я еще даже не выбрал ничего такого, и вообще думаю над этим, потому что это довольно серьезная тема, и надо над этим очень хорошо подумать, потому что придет, надо будет вести все это, понятное дело, что каждый выпуск на YouTube все будут ждать продолжения, и... то есть это будет совершенно точно, нельзя будет забрасывать, поэтому вы сильно не надейтесь, но если вы в комментах там предложите, там, что-нибудь, там, о, боже мой, там, у нас нету на YouTube, нету Animal Crossing, пожалуйста, сделай, хотя играл в Animal Crossing только на 3DS, понятия не имею в остальных играх, но, anyway, еще есть мысль, дальше рассуждаем про обзоры, есть мысль обозревать игры из Nintendo Switch Online, ну, естественно, не все подряд, потому что вы уже знаете, из тех 20 игр на NES, которые нам дали в этом месяце, ну, там, некоторые игры, я не знаю, даже минуту, наверное, обзора будет сложно сделать, например, первый Donkey Kong, его там за 2 минуты пройти можно, в уровне потом циклятся, поэтому какой-то нафиг обзор, но на некоторые игры я совершенно точно хочу сделать обзор, потому что там есть моя любимая, Super Mario Bros. 3, это достаточно хорошая игра, я бы ее всем рекомендовал, возможно, я бы сделал обзор на первую Зельду, знаете, для контраста, хотя, блин, на канале, на этом на ютубе нет обзора по Breath of the Wild, о, кстати говоря, про обзор о Breath of the Wild вообще, вообще, у меня есть нарезка со стримов, со всякими смешными моментами из Breath of the Wild, и я вот думал, что, может быть, просто стоит ее перенести сюда, и вы просто посмотрите, и этого будет достаточно, ну, потому что, ну, блин, все уже знают, что такое Breath of the Wild, какой смысл делать на нее обзор, спустя полтора года после релиза, а, как бы, многие играли, а те, кто не играли, ну, зачем смотреть очередной там скучный обзор, когда они просто посмотрят смешную нарезку с моих стримов, и этого будет достаточно, этим, блин, там идет минут 10, вот, то есть, там как раз самые сочные моменты, надо будет подумать об этом, можете сказать, если вам нравится хорошая эта идея, чтобы я просто сделал видео нарезочку, сюда, сколько по тематике канала она подходит, напишите, если вы бы хотели только посмотреть, а если кто-то уже смотрел, потому что знает, где это посмотреть на Твиче, это он молодец, вот, ну, так вот, и первая Зельда, да, можно было бы там какой-нибудь, Гурстен Гоблинс, ну, вообще, там будет очень много хороших игр, не стоит забывать про то, что нам еще обещали Super Nintendo, игры, для Nintendo Switch Online, опять же, есть анонсы уже игр, которые будут выкладываться для NES, и там, например, есть Ninja Gaiden, я бы его с удовольствием перепрошел, и сделал бы обзорчик, потому что Ninja Gaiden я тоже очень люблю, вот, так что, вот, наверное, будут обзорчики по Nintendo Switch Online совершенно точно, потому что я считаю, что игры надо любить вне зависимости от года их выпуска, потому что они все прекрасны, тоже, видеоигры. Еще дальше по обзорам, ну, конечно же, будут выходить свежие обзоры на свежие игры, Mega Man 11 обязательно, Super Mario Party, думаю, да, Super Smash Bros, конечно же, по покемонам вообще будет, возможно, два видео, потому что я планирую себе обновить Switch и взять бандл покемонский с Let's Go, с Let's Go Eevee, буду не таким, как все, не возьму себе Pikachu, возьму себе Let's Go Eevee, вот, и, как бы, и прям, надо будет сделать же анбоксинг, все дела, и саму игру потом пройти, то есть, видимо, будет два обзора, ну, я совершенно точно решил себе брать консоль, поэтому я просто пока не знаю, как бы сделать анбоксинг, так, чтобы было все супер классно и здорово, но я подумаю, что, подумаю, когда сделать, возможно, просто там, запись стрима, или там, не знаю, посмотрим, но покемоны совершенно точно будут, Diablo 3, меня очень уговаривают ее поиграть, особенно на Switch, пройти, причем не только там меня, есть еще пара стримеров, которые хотят, чтобы мы прошли прям коопчиком, но это будет не сразу после релиза Diablo 3, но я запланировал, то есть, я вот прям реально хочу пройти, заценить ее на Switch, тем более, вы же понимаете, у меня же есть амибки, я же буду там постоянно прикладывать, и это круто, вот, поэтому, думаю, что Diablo 3, я бы, согласен, прошел в коопе, потом бы сделать для нее обзорчик, ну и там еще кучка игр, которые выходят, особенно, самая непонятная ситуация с Dark Souls, потому что я очень хотел поиграть в Dark Souls на Switch, но потом его задержали, я не выдержал, поиграл в него на пеке, в этот ремастер, это, ну вы же понимаете, что Dark Souls, я там, несмотря на то, что я его люблю, я играл не так часто, это значит, что прохождение займет 50 часов, и, ну и, блин, и что с этим делать, с этим Dark Souls, я не знаю, стоит ли тратить 50, еще 50 часов на Switch, чтобы сделать обзор на 10 минут, не знаю, ну просто, возможно, мне просто нет времени, то есть, я бы, конечно, не против, если бы было время, 50 часов, это 5 моих стримов, примерно, и целую неделю тратить на Dark Souls, я его, конечно, люблю и обожаю, может быть, просто на него сделать обзорчик уже в 2019, там потом, ну и вот, кстати говоря, о таких отложенных обзорах, поскольку про Nintendo сделан в августе 2017, а потом еще был целый перерыв опять на полгода, за который я помню, что да, я обязан извиняться, накопилась же куча игр, которые я бы вам хотел рассказать, но пока нет на это времени, или еще чего-то, ну, например, Axiom Verge, допустим, Sonic Mania, эти игры вышли давно, но я их очень люблю, и очень бы хотел их рассказать, тем более, у меня, в принципе, есть записанный геймплей для них, то есть, достаточно будет просто написать обзор и голосом его записать, и если вот вам нужны такие обзоры на довольно старые игры, то я был бы не прочь это сделать, что там выходило, я вот прочитал комментарии, там, Стар Дюэлли еще просили, по-моему, на нее у меня тоже есть записанный геймплей, я бы рассказал бы про нее, что там еще, вот что выходило, ну, вот на меня есть какие-то игры, на которые нет геймплея, типа Donkey Kong, Tropical Freeze, там, Капитан Тодд, а, ну, есть геймплей, кстати, на Bayonet, то на нее тоже можно будет сделать обзорчик, ну, то есть, вот, нужны ли вам такие, назовем это так, отложенные обзоры, поэтому напишите в комментариях, если действительно надо и я бы на них сделал, потому что есть записанный геймплей, не надо париться, то есть, я все с тимулов возьму и нормально, ну, я бы хотел про многие из этих игр рассказать вам, вот, а, ну, и давайте еще закончим по обзорам, есть еще проблема долгих игр, как я уже говорил про Dark Souls, но есть еще более долгие игры, например, такие, которые вот сейчас выходят The World of Yates и Disguide 1, в эти игры нужно играть очень долго, очень долго, я играл в Disguide 1, я ее даже люблю в какой-то мере, играл в 5, кстати, мне понравилось, вот, но они очень формовые, надо очень долго играть, на Disguide я бы обзор сделал, The World of Yates я играл на DS, еще, тоже играл, недоброшел, бросил где-то часу на 20-м или на 10-м, и вот, и я не знаю, я не уверен, что просто стоит тоже эти игры проходить полностью, поэтому у меня есть мысль, возможность сделать просто какой-то обзор по одному стриму, а у меня один стрим идет от 8 до 12-13 часов, и в принципе, это может быть вполне достаточно для обзора таких игр, но то есть, я не знаю, если вот вас будут устраивать такие обзоры, то напишите об этом, я с удовольствием сделаю, один стрим я могу посвятить таким играм, вот, но боюсь, что не больше, потому что очень, очень долго, очень тяжело, и очень много времени надо на то, чтобы записать весь этот геймплей, вот, это все по обзорам, ну и осталось, еще вам сказать, конечно же, будут подкасты, я, кстати, очень рад, что вы очень тепло восприняли мою новую субедущую, Ёлку, очень приятно, не было ни одного какого-то хейтерского комментария, и вообще, вы все такие пупсики, и все там прям, и прям, очень тепло отозвались в комментариях, я даже не ожидал, что будет все настолько хорошо, это очень приятно видеть, конечно, мы с ней будем работать дальше, вот, я учел там все ошибки, там, с голосом, выравниванием, ну, все эти технические тонкости, вам все равно это неинтересно, вот, поэтому подкасты будут делаться дальше, ну, конечно, к сожалению, они будут делаться раз в неделю, потому что это все-таки неудобное, так сказать, как бы, это сказать, неудобный интервал, наверное, вот, но сделаем их, там, не знаю, тоже пару раз в месяц, раз в месяц, где-то вот так, чтобы там обсудить все новости, сделать какие-то там еще рубрики, типа там, во что мы играем, туда-сюда, там, обсуждение просто, например, Nintendo Switch Online обсудить можно в следующем выпуске, и так далее, то есть все, подкасты все будут, все прекрасно, все замечательно, нумерация пошла сначала, там, в iTunes есть, все хорошо, все здорово, все классно, спасибо вам большое, за то, что продолжаете их слушать, и я вижу, что такой контент подкастов вам нравится, поэтому исчезать он не будет, ну и последнее, о чем бы хотелось сказать, я тут задумывался об апдейте некоторых видео, которые устарели на канале, и которых сейчас нет, в силу определенных причин, например, топ игр на Switch'е не от Nintendo, потому что прошло уже много времени, и можно снова сделать какое-то там видео, ну, снова с очередным топом, не знаю, потому что за это время вышло достаточно много игр, и было бы интересно про все это рассказать, и посмотреть, и показать, и что там, что получилось, вот какие-то, наверное, такие видео, сделать, так сказать, ремастер-версия, может выпускать их ежегодно, или что-нибудь, в этом духе, но тоже напишите, если бы хотели видеть, такие видосы на канале дальше, вот, что очень большое получилось видео, я не думал, что я буду столько болтать, я думаю, я поболтаю 6 минут, и на этом мы с вами закончим, я что-то тут столько-столько наговорил, и сейчас подумал, что, елки-палки, сейчас покажется всем, что я буду делать видео каждый день, вообще, я с удовольствием так делал, но, к сожалению, это нереально, но я знаю, что зато лучше иметь четкий план, и, по крайней мере, я буду знать, что когда там, например, типа, надо сделать видео на YouTube, потому что там давно не делал, ну, не знаю о чем, а тут только посмотрел, и, ага, вот меня вот, просили на Sonic Manie сделать обзор, у меня есть геймплей, можно быстренько написать обзорчик, и выпустить видос, этим, типа, и займемся, ну, вот как-то вот так, мне кажется, это будет, лучше, чем сидеть, и, там, не знаю, что бы сделать, не знаю, что бы записать для вас, порадовать подписчиков, спасибо всем, что посмотрели этот мой видосик, бложик, заметочку, в которой я просто поболтал с вами, поделился какими-то своими ощущениями и планами, возможно, буду делать такие видео периодически, не слишком часто, конечно, раз в несколько месяцев, думаю, вполне будет достаточно, возможно, можно будет сделать какую-нибудь поздравляшку с Новым годом, ладно, что-то я опять уже заболтался, сейчас всего наобещаю, потом мне будут припоминать, нюх ты там в том видео обещал, где, где это все, я это все знаю, поэтому я специально рассказал только о том, что я, в принципе, планировал сделать потихонечку, не все сразу, но я хитрый чувак, так что не подловите, спасибо всем, подписывайтесь на мои новостные паблики, телеграм-каналы, стрим-канал на Твиче, напоминаю, в стримле я каждый день всегда можно прийти, поболтать и спросить все еще более подробно, чем сказано в этом видео, пока всем, увидимся в следующих видосах, и помните, что игры это весело, и с вами был Игорь Негода.